Добрый день, представлюсь еще раз. Меня зовут Морозова Олеся Олеговна и представляю вам наше исследование. Реабилитация пациента дошкольного возраста, проходит длительное лечение в медицинском учреждении. Извиняюсь. Цель исследования. Изучить особенности поведения детей от 3 до 6 лет в ситуациях, связанных с медицинскими манипуляциями, для поиска мишени психокоррекционного воздействия. Задача исследования это определение специфики отношения к медицинским процедурам детей, имеющих онкологическое заболевание, определение специфики отношения к медицинским процедурам детей, имеющих онкологическое заболевание и перенесших оперативное медицинское вмешательство и выявление взаимосвязи поведения ребенка с онкологическим заболеванием и отношения к ребенку в процессе лечения, значимого для него взрослого. Гипотеза исследования. Поведение детей от 3 до 6 лет с онкологическим заболеванием в игровых ситуациях, моделирующих медицинские манипуляции, отличается от поведения здоровых детей. Дети с онкологическим заболеванием больше проявляются отчувствия по отношению к условным пациентам. Итак, объектами исследования послужили дети в возрасте от 3 до 6 лет с онкологическим заболеванием, при этом были разделены на две группы. В экспериментальную группу номер 1 вошли дети в возрасте от 3 до 6 лет с онкологическим заболеванием, проходящим медикаментозное лечение, но без оперативного вмешательства методом трансплантации костного мозга. И в экспериментальную группу номер 2 вошли дети в возрасте от 3 до 6 лет с онкологическим заболеванием, перенесшие оперативное вмешательство методом трансплантации костного мозга. Контрольная группа детей составляет условно здоровые дети в возрасте от 3 до 6 лет Методы исследования Основные методы – это наблюдение и интервью Экспериментально-психологическим методом послужила методика сюжетно-ролевая игра больницы И цель этой игры – это изучение особенностей поведения, связанных с медицинским вмешательством у детей в возрасте от 3 до 6 лет Детям предлагалось играть в игру больницы, при этом роли, методы лечения и материалы выбирались детьми свободными Производилась фиксация времени продолжительности игры, распределенных ролей, количество использованных предложенных материалов и способов взаимодействия с этими материалами В общем наборе материалов содержались как игрушечные медицинские предметы, так и реальные медицинские инструменты, которые используются в врачебной практике Также проводилась клиника диагностическое интервью с матерью пациента, имеющего онкологическое заболевание Цель этого интервью – это выявление особенностей поведения ребенка в ситуациях, связанных с прохождением лечения Итак, по результатам игры, среди пациентов, не переносивших трансплантацию костного мозга, двое детей отказались заставлять неприятные ощущения кому-либо Все остальные дети исполняли роль врача самостоятельно Также большинство детей проявили явно заинтересованность в предложенной игре И на роль условного пациента дети чаще всего выбирали либо медицинского психолога, либо игрушку, предложенную медицинским психологом Среди пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга, все дети исполняли роль врача самостоятельно И практически все проявили заинтересованность в предложенной игре При этом на роль условного пациента также выбирали чаще всего медицинского психолога Либо всех остальных участников игры, которые находились в этот момент рядом с ребенком во время игры При этом выбирали уже на роль условного пациента не игрушку, предложенную психологом, а собственную игрушку В контрольной группе детей все дети исполняли роль врача самостоятельно На роль условного пациента выбрали собственную игрушку и проявили явно заинтересованность в предложенной игре Итак, среди использованных материалов, среди пациентов без трансплантации костного мозга Дети чаще всего использовали шприц, муляж шприца, лейкопластырь и муляж фонодоскопа Поэтому основными манипуляциями среди них стали постановка инъекций шприцем, наложение лейкопластыра и эвскультация звуков фонодоскопом Среди пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга, дети чаще всего использовали шприц, муляж шприца, иглу-катетер бабочка и муляж фонодоскопа Поэтому основными манипуляциями стали постановка инъекций шприцем, постановка катетера с помощью иглы бабочки и эвскультация звуков фонодоскопом В контрольной группе детей условно здоровые дети использовали чаще всего шприц, муляж градусника и муляж фонодоскопа Поэтому основными манипуляциями стали постановка инъекций шприцем, эвскультация звуков фонодоскопом и измерение температуры тела игрушки Также с детьми проводилась беседа на тему их отношения к медицинским процедурам Среди детей, имеющих онкологическое заболевание, пациентов, не проходящих трансплантацию костного мозга, дети чаще всего не высказывали свое отношение к медицинским процедурам Если же высказывали, то говорили, что им наиболее неприятна именно постановка инъекций Среди пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга, чаще всего дети определяли, какая им наиболее неприятна медицинская процедура и определяли именно постановку инъекций Либо также не высказывали свое отношение к медицинским процедурам Был также один ребенок, который отметил, что ему неприятно вообще все Также в результате наблюдения за эмоциональным взаимодействием детей, имеющих онкологическое заболевание с условным пациентом в игре, пациенты, не переносившие трансплантацию костного мозга, чаще всего проявляли телесный контакт и молчание во время проведения процедур на пациенте. Среди пациентов, перенёсших трансплантацию костного мозга, чаще всего дети использовали телесный контакт плюс подбадривание пациента и также проявляли молчание во время проведения процедур. В контрольной группе детей условно-здоровые дети все высказались о том, что им неприятно именно постановка инъекций и при эмоциональном взаимодействии выбрали два способа взаимодействия с условным пациентом. Это подбадривание телесных контактов и злость по отношению к пациенту. И при этом практически все дети использовали фразу, что игрушка сама виновата в том, что заболела. Также с мамами пациентов проводилось интервью и ответы мамы пациентов в межтехнологическом заболевании на тему отношения их детей к медицинским процедурам. По ответам можно сказать, что мамы чаще всего именно высказывают и определяют, какие наиболее неприятны для их детей медицинские процедуры, и среди которых чаще всего они называли постановкой инъекций и переклеиванием лейкопластыря. В ответ на тему эмоционального взаимодействия мамы с ребенком в процессе прохождения лечения было отмечено, что мамы чаще всего разрешают проявлять эмоции своему ребенку во время прохождения процедур и выражают сочувствие по отношению к ребенку. Также мамы говорили о том, что не разрешают проявлять эмоции ребенку во время прохождения процедур, но при этом дистанцируются от него, то есть они не знают, говорят о том, что не знают, как ему помочь при этом. Три мамы отметили запрет на проявление эмоций своему ребенку, при этом все три мамы были мамами мальчиков. И также три мамы говорили о том, что не смогли вообще полностью описать поведение ребенка во время прохождения процедур. При сравнении показателей игры больницы, экспериментальной контрольной группы, видим, что среди пациентов, имеющих экологическое заболевание, дети чаще всего проявляют телесный контакт и молчание во время проведения процедур на пациенте. Также все данные были подвергнуты корреляционному анализу. И данная корреляционная взаимосвязь говорит об особенности игры по половому признаку. И мальчики меньше проявляют заинтересованность в предложенной игре и более сдержаны в проявлении эмоций и чувств по отношению к условному пациенту в сравнении с девочками. Следующая корреляционная взаимосвязь. Здесь мы видим, что у детей образ врача чаще всего ассоциируется с медицинским шприцем и постановкой инъекций. И чем более неприятна ребенку процедура, тем больше вероятность того, что он откажется доставлять неприятные ощущения кому-либо. И тем меньше вероятность того, что он выберет на роль условного пациента собственную игрушку. И если же ребенок выражает свое отношение к медицинским процедурам фразы «я все стараюсь терпеть», то в процессе игры во время взаимодействия с игрушкой пациентом он демонстрирует следующее поведение. То есть он откладывает игрушку пациента в сторону с фразой «игрушка сама все вытерпит». Следующая взаимосвязь – влияние оперативного вмешательства на поведение ребенка в ситуации игры. Здесь ребенок, выбирая на роль условного пациента собственную игрушку, проводит на ней те же медицинские манипуляции, которые когда-то перенес на собственном опыте. И чем больше ребенок перенес медицинских процедур с разной степенью воздействия, тем больше он проявляет злости по отношению к пациенту и выбирает для этого все большее количество участников игры. Также была получена взаимосвязь результатов поведения ребенка, прохождающего лечения в ситуации игры, и поведения его мамы в процессе лечения. Чем больше дети получают запрет от значимого для них взрослых на проявление эмоций, тем меньше он старается показать другим свои чувства и становится более сдержанным в их проявлении. И поведение значимого взрослого дети воспринимают как наиболее верное и допустимое, и поэтому в игре они демонстрируют подобное поведение. И в результате исследования были сделаны следующие выводы. Дети дошкольного возраста, имеющие онкологическое заболевание, реже высказываются в своем отношении к медицинским процедурам в сравнении со здоровыми детьми. Но с помощью манипулирования инструментом в игре дети, имеющие онкологическое заболевание, показывают в невербальной форме свое отношение к медицинским процедурам, которым наиболее неприятно. Так как здоровые дети выражают свое недовольство в вербальной и невербальной формах. Дети дошкольного возраста, имеющие онкологическое заболевание, перенёсшие трансплантацию костного мозга, испытывают более интенсивные отрицательные эмоции по отношению к медицинским процедурам, и в игре они демонстрируют эмоцию злости, при этом накопившись эмоциональное напряжение, они стараются выплеснуть на как можно большее количество участников игры. Практически все дети дошкольного возраста, принявшие участие в исследованиях, чаще всего проявляют как наиболее неприятную из медицинских процедур постановку инъекций, и в игре отмечено значимое преобладание использования шприца и как медицинского инструмента, и как игрушечного предмета. И также были выявлены связи особенностей эмоционального злодействия мамы с ребёнком и отношения ребёнка к процессу лечения. Чем больше ребёнок получает запрет на проявление эмоций, а значимого для него взрослых, тем меньше он старается покрыть другим свои чувства и становится более сдержанным. И поведение значимого взрослого дети воспринимают как наиболее верное и допустимое, и воспроизводят ситуацию игры по отношению к условному пациенту. В заключении хочется отметить, что дети, проходящие лечение методом трансплантации костного мозга из-за длительного лечения накопленного большим количеством неприятностей процедур, нуждаются в снижении эмоционального напряжения. И в семье, где мальчикам разрешается проявлять отрицательные эмоции по отношению к медицинским процедурам, между мамой и ребёнком сохраняется доверительный контакт, а сам ребёнок по отношению к условному пациенту умеет высказывать своё сочувствие. На этом у меня всё. Спасибо за внимание.